всем привет это ольга канал ламару сегодня хочу вам рассказать про свои новые акварельные краски которые я купила на вал бересе вот эти я вам уже показывала в одном из предыдущих видео этот наборчик называется винтаж здесь 12 цветов они блестками я ими порисовала мне понравилось и я купила вот такой наборчик который называется кэнди конфетный он тоже с блестками собственно вот все что я нарисовала сейчас я вам подробно покажу и расскажу не переключайтесь вот эти два набора сумме это получилось больше 1000 рублей точно напишу вот этот был дороже вот этот я показал пластиковые коробочки лежат 12 цветов небольших к ветках а этот вот такой я имя уже конечно рисовала не совсем новые тоже с блестками эти как блестит в этом наборчике все цвета такие светлые пастельные очень приятные и он когда им рисуешь он такой как будто в рам совсем полупрозрачный что я нарисовала вот такие две картинки 1 продолжение 2 это стопроцентная хлопковая бумага я про меня тоже рассказывала в предыдущих видео очень кстати мне понравилось это бумага на я это тоже уже говорила здесь фон нарисован обычными красками акварельными тоже китайскими я их тоже показывала маленький такой наборчик а вот сами растения они нарисованы вот этими красками с блестками набор который называется винтаж еще здесь есть маркеры дать и на водной основе про который я тоже рассказывала тонким наконечником нарисован контур ну и белая гелевая ручка конечно куда без нее вот вы видите что здесь вот некоторые листья они нарисованы не в один слой но акварель такая она темная но когда ложится на то что к полу прозрачная блестит так еще этим же набором плюс краски все той же китайской акварели рисована вот такая картинка тоже на стопроцентно хлопковой бумаги здесь вот эти все тени на волосах на платье это смешение новых красок от этих винтажных разных темных и светлых когда они накладываются но получается тогда вроде как покрывает бумагу не прозрачно но если рисовать в 12 слоя то они прозрачники здесь начале рисовался заливался полностью слой акварельными красками вот здесь вот акварельные карандаши есть еще здесь есть маркеры на водной основе и вот получилось половинка такой куклы следующее что я нарисовала с использованием этих красок то такую картинку синтенгл узор ну лизинтангов как вам больше нравится здесь обычные краски и вот сверху блестит видно есть немного медной краски здесь вот обычная акварель китайская а сверху вот в некоторых местах блестит там немножко медная краска такая вот и вот здесь вот видно что когда совпадает обычная акварель по цвету примерно с этой вот с блестками то цвета вот это акварели с блестками вообще не видно то есть тут есть только блеск некоторые этот блеск всегда наверху то есть краски между собой смешиваются но мне кажется вот эти вот частички блестящие они все время выступают наверх поэтому как бы сверху залить их еще акварелью чтобы они не блестели будет сложно то есть не один папа понадобится слой как мне показалось я тоже еще ими не очень много пользовалась их закрашивает вот маркер на водной основе вот серые тени это как раз маркером нарисован ну и понятное дело что тоже гелевая ручка так вот такая вот это кстати очень плотная бумага обычная целлюлоза 300 грамм не наша тоже на ней краска себя вот хорошо ведет хорошо ложится так это вот то что я нарисовала с использованием вот такого вот набор этот набор я купила позже уж очень мне понравился блеск и вот с помощью него я нарисовал например такую открыточку еще блестит совсем светлые краски 12 слоя но они прям полупрозрачные какие-то между собой смешиваются неплохо здесь вот два цвета сбоку два зеленых например здесь два фиолетовых то есть мне нравится эта бумага хами мюли 200 грамм по 220 грамм сейчас забыла это вот я уже показывал такую то для открытки еще я нарисовала вот такой вот гиацинт здесь вообще все нарисовано этими красками оттенки все такие да действительно там конфетные очень прозрачные цвет настоящего гиацинта сложно передать потому что не дает такой насыщенности эти эти краски вот они так блестят здесь вот и фон и сам цветок нарисован красками тебе и еще это все сверху как бы обведено лайнером черным причем оказалось что этот лайнер размывается здесь вот кстати вот это размытие это просто размытие этого лайнера вот гиацинт эта бумага тоже хлопок 200 это французская бумага и последний вот такой рисунок здесь фон это китайская акварель плюс вот этого блестящая акварель и еще вот здесь вот вокруг веток этот лайнер вот кстати видно как он размы размылся вот такой простой рисунок и здесь вот я пыталась убрать вот этот лишний блеск есть у меня его было больше и он хорошо потом убирается просто мокрой кистью если как бы кистью пройтись по бумаге а потом салфеткой или тканью промокнуть сверху цвет остается ну вот предыдущий слой акварели остается блеск убирается такие пятна тут тоже был блеск точно такой все время на поверхности над всей краской вот как краска проникает от листа блеск этот никуда не девается все время сверху вот еще покажу одну картинку более сложную я правда уже вставила в рамку это единственное что я повесил на стену здесь все нарисовано вот эти все растения сверху это нарисовано первым набором винтажным есть он такой темненький и здесь вот маркером тоже водорастворимы сделаны тени вот он как бы этот этот блеск закрашивает если сверху пройтись лучше чем какая-то другая краска фон здесь акварель плюс акварельные карандаши плюс маркеры прос плюс белая гелевая ручка плюс лайнер по моему здесь даже еще пастельные карандаши есть короче здесь как-то все очень у меня так получилось много разных материалов это на тоже блестит здесь наверное за стекла не видно просто вот сама по себе рамка кстати это сима лент и мне не очень нравится качество этой рамки видите она необработанная вся такая неровная расклеивается по бокам это рамка не очень дорогая на в пределах 300 рублей но она действительно сделано очень небрежно то есть чтобы ее довести до ума ее надо было шкурить я пока этого не делала поеду на дачу и там по шкуру грязные работы буду производить там кстати были в белоруссии я купил там в магазине рамку деревянную еще большего размера оказалось очень недорого со стеклом и просто великолепного качества то есть конечно есть к чему нам стремиться так и давайте я покажу как себя эти краски ведут при вас попробую сделать небольшую выкраску мои заготовки вода кисточка и еще спрей вначале давайте вот так вот спреем это бумага типа госзнаковской наша отечественная а вот это вот французская бумага стопроцентный хлопок новые краски берем сухая кисточка вот вот так расплывается не очень расплывается мне кажется хуже чем обычный акварель может быть эти блестки мешают как-то хорошо расплывается на сухую на себя ведет вот так ну вот так вот так теперь давайте поменяю вот уже хлопковая бумага тут впитала себя добавлю и вот так мне кажется не очень расплывается хотя воды то много видите она какая-то вот густая что не знаю как объяснить вот мне кажется что расплывается хуже чем обычная по сухому если вот так вот тут видно плывет эта бумага конечно лучше чего уж тут говорить ну какие кляксы и вот сейчас покажу но здесь еще мало по цвету вот видите там остаются такие мелкие мелкие блестки вода потом после использования как перламутровая вот такие вот красочки если вам что называется хочется придать блеска своим картинам то покупайте в общем я в целом рекомендую мне они нравятся получается получается прикольно правда могли бы быть и подешевле спасибо что посмотрели до конца подписывайтесь ставьте лайк если вам понравилось приходите еще я покажу вам еще что нибудь интересное пока